Уже целый год прошел, с того момента, как я нигде не работаю. Переезжаю куда-то, нахожусь в разных городах, меняю разные коммуналки. Кстати, смена заднего фона как раз говорит о том, что я переехал жить в новое место. Я сюда только что заселился, поэтому не обращайте внимания, в следующих видео сделаю что-нибудь получше. Ну а поскольку прошел уже целый год, если кто не знает, то я напоминаю. Дело в том, что где-то в январе прошлого года, после новогодних праздников, я пришел на работу и сказал, что все, с меня хватит, я увольняюсь. Ну там было конечно не так плохо, там было все нормально, просто моя душа тянула меня, скажем так, к приключениям, далеким краям. Мне хотелось уехать в другой город, жил я в Уфе. На самом деле меня тогда спросили о причинах моего увольнения. Я тогда немного слукавил. Как это было, ну меня спрашивают, типа Игорь, а почему ты увольняешься? А я тогда понимаю, что у меня в принципе дохода моего хватает, чтобы обеспечивать себя едой и жильем, и даже путешествовать по разным городам. Я говорю, ну я вот пишу статьи на Яндекс.Зене, и я снимаю видео на Ютубе. И мне вроде как хватает денег, поэтому хочу вот что-то новое попробовать. Мне говорят, ну так и работай дальше, и продолжай писать, и зарабатывать. И я тогда потерялся и не мог найти, что ответить. Я бы, наверное, если бы не нашелся, что ответить, так бы и остался работать на этой работе, но меня спас Питер. Не, на самом деле в Петербург я переехать хотел очень давно, и об этом постоянно говорил, просто не знал когда. А тут вроде как подвернулся случай, работать на работе я больше не хотел, и сказал, что а я в Питер переезжаю. В общем, мне сказали, отрабатывай две недели и можешь ехать куда хочешь. Собственно, после этих двух недель началась моя карьера свободного человека. А это Кретов, подписывайтесь на мой канал, ставьте нравится, и я вам немного расскажу о том, как это быть безработным целый год. На самом деле, в первые дни меня это очень сильно напугало. Почему меня это сильно напугало? Потому что я пришел, я тогда еще не зарегистрировался самозанятым. Первые дни я просыпаюсь никуда не надо. Кстати, проснулся рано, ну потому что по привычке. Зашел на свой канал на Яндекс.Дзене, а там ужас, денег практически нет. Ну там пришло там, я не помню, рублей 300-400. Я напоминаю, что самозанятым я тогда не зарегистрировался, а значит доход, когда ты не зарегистрировал самозанятым, на 40, по-моему, процентов ниже. В общем, приходят мне эти 300-400 рублей, и я понимаю, что скорее всего буду питаться не очень хорошо в эти дни. И так было вот первые несколько дней. Но в целом я, конечно, подсчитал, сколько у меня там будет выходить, сколько мне нужно тратить, сколько мне нужно откладывать, чтобы коммуналку оплачивать. Но перспективы довольно нерадужные были. Но думаю, ладно, попробую зарегистрироваться самозанятым, может быть, получше станет. И действительно, после того, как я зарегистрировался самозанятым, почему-то доход вырос там не на 40%, а там с 300 рублей он там за 1000 стал переваливать. Но я тогда подумал, что так будет не всегда, и хорошо бы начать откладывать на черный день, если вдруг у меня доход опять упадет, и если опять дзен не будет ничего приносить. Меня потом эта подушка безопасности во многие сложные периоды спасала. Хорошо, что я ее откладывал. Но на работе же я сказал, что собираюсь ехать в Петербург. А раз сказал, значит надо делать. Ну, не привык я людей обманывать. В общем, я просто пошел и купил билет на февраль. Но думаю, как бы, ладно, съезжу, посмотрю там, посмотрю цены на жилье, посмотрю, что к чему, и вернусь. Потом летом уже опять поеду. То есть в феврале поеду, но пока что чисто на пару недель такой вот разведывательный рейд. В общем, в конце февраля вылетел в Петербург и очень был сильно удивлен. Но потому что в Петербурге зимы вообще не было, зеленая трава местами. Это февраль, я выхожу с самолета, я доезжаю там до Невского проспекта, иду по Невскому проспекту, и идет дождь. Дождь в феврале. А в Башкирии в это время сугробы чуть ли не по шею. Я-то, когда летел в Петербург, представлял себе, что это будет примерно так. Я прилетаю, везде холодно, я снимаю комнату в хостеле, там с ноутбуком выхожу пописать что-нибудь. Ну, на общее пространство. В хостелах есть общее пространство. Кстати, очень прикольная вещь. Я всем рекомендую, если вы путешествуете, на некоторое время, продолжительное время заселяетесь, то селитесь в хостелах. Во-первых, это намного дешевле, чем снимать отдельный номер в гостинице. Да, в гостинице вас не будет никто беспокоить, у вас будет свой там душ, ванна, все отлично. Но есть и минус в этом очень большой. Вы не познакомитесь с интересными людьми. То есть, когда я жил в тот раз в хостеле, там были французы, там были иностранцы, индусы были. По-французски я, к сожалению, ни черта не понимал, но мы пытались общаться по-английски. К сожалению, английский у меня тоже не так хорош, но был такой интересный опыт. Вот, кстати, один главный плюс того, что ты перестаешь работать. Ну, я имею в виду на дядю работать. Начинаешь путешествовать, начинаешь встречаться с интересными людьми, едешь в то место, где тебе по душе, где тебе нравится, где тебе комфортно. Заселяться в гостинице, это, ну, немножко странно. Остается только, не знаю, экскурсию с пенсионерами покупать и гулять по городу. Ну, один большой минус, когда ты путешествуешь, очень сложно снимать видео. То есть, ну, было как-то некомфортно вести с собой, во-первых, все это оборудование, звукозаписывающее, свет, там, звук, камеру для съемок. В итоге я перед тем, как лететь в Петербург, понаснимал кучу видео и понаписал кучу статей. И на всякий случай, вдруг у меня там интернет не будет работать, вдруг что-нибудь случится, чтобы статьи продолжали выходить. Ну, и в целом это оказался довольно прибыльный период, потому что мне даже иногда там по 1600 в день чисто с дзена приходило. Это не считая YouTube. Я там выкладывал, помню, как раз видео про то, что я стал самозанятым, оно тоже там по 1000 в день приносило. Неплохой доход вот для такого бездельника. Ну, провел я эти две недели там довольно неплохо, но настало время возвращаться в Уфу. Сел в самолет, прилетаю в Уфу, выхожу, сугробы опять по шею. Я понимаю, что реально не хочу оставаться в Уфе. Доехал до дома, мне грустно, скучно. Февраль как раз закончился, всем сказали сидеть дома несколько месяцев. И как бы, ну, очень печально это было. Но я такой думаю, у меня же есть план, нужно что-то делать, чтобы переехать. Для этого мне нужно продать ферму для майнинга, которая у меня была. Для этого нужно доделать ремонт. У меня еще тогда ноутбук сгорел, на котором я статьи писал. В общем, я занялся ремонтом своей квартиры, чтобы ее сдавать можно было. Причем я сам решил сделать ремонт, там ванну надо было доделать, я стены красил, там штукатурил. Пылище, из дома выходить нельзя, потому что там полицейские ходят, спрашивают, куда ты пошел. Сбил себе весь режим, ночью не спал, во что-то играл, даже в компьютерные игры с друзьями, там общался с ними по скайпу. Нашел того, кто купит мою ферму для майнинга, продал ее, по-моему, за 25 тысяч рублей. Это вот при том, что биткоин сейчас очень сильно вырос, и если бы я не продал, то она бы сейчас нормальные деньги приносила. У меня был такой вариант. Оставить ее одному моему другу, он поделил наш доход пополам. Но вот я решил продать ее за маленькие деньги. Ну ладно, жалею теперь. Но на эти деньги я купил себе ноутбук. Ноутбук, конечно, приносит мне денег больше, чем эта ферма для майнинга. Но если кто не знает и смотрит мои видео в первый раз, то я снимаю видео на YouTube, я пишу статьи на Яндекс.Ден, и я пишу статьи теперь на пульсе от Mail. Ну в общем и целом, пересидел я этот сложный период жизни дома. Иногда, правда, стал выходить, уже когда весна наступила, бегать, и это меня спасло от депрессии. И просто ежедневно бегал на низком пульсе по часу. Но дело в том, что режим вроде как смягчили, лето наступило, но ехать все равно я не собирался, потому что вроде как какая разница, где дома сидеть. Либо ты там в Петербурге дома сидишь, либо в Уфе. Ну, сиди и там, и тут. Какая разница? Ехать я собирался в августе, но в августе произошло очень нехорошее событие в моей жизни, о котором я не буду здесь говорить. Но, тем не менее, уехать получилось лишь в сентябре. В сентябре я приехал в Петербург, несколько дней я прожил у тети, а потом снял себе комнату. Первую комнату за 12 500 в коммуналке. Если кому интересно, посмотрите ролик в подсказках. Там я рассказываю, как жить в коммуналке за 12 500. Потом я переселился на Васильевский остров, там была совсем другая коммуналка. Три комнаты, все соседи очень хорошие, единственное, в другой квартире жили не совсем трезвые соседи. Ну, эта комната была прям прикольная, но там была проблема в том, что на Васильевском острове метро далеко, и нужно было идти пешком, либо ехать на автобусе. Идти пешком где-то час до центра, до Невского проспекта, я имею в виду. В итоге мне это немножко надоело, я сказал, что съезжаю, и заселился прям в самый центр. На заднем фоне вы как раз видите результат моего непостоянства в жилье. Ну и вот так уже целый год я мотаюсь то из Уфы в Санкт-Петербург, потом вернулся в Уфу, потом съездил в Москву, о чем я сейчас не упомянул, но тем не менее я еще в Москву ездил, потом опять вернулся в Санкт-Петербург. Ну, то есть ты свободен делать все, что хочешь. Из минусов только то, что у тебя нет никакой стабильности, но судя по последним событиям в мире, ее вообще ни у кого нет. Но лучше создать для этих целей хоть какую-то подушку безопасности, все дело в чем. Если вы живете в каком-нибудь маленьком городе, ну там типа Уфы, если вы там ходите на работу каждый день, вам это чертовски надоело, вы начали писать на Яндекс.Зене, и вам вроде как деньги стало приносить, ну может на Ютубе даже ролики снимать. Ну потому что один источник дохода, это не очень надежно, когда у вас два, уже более-менее нормально. Может быть тот же пульс. И предположим, у вас есть свое жилье, все более-менее нормально, если вы тем более холосты, как я, то вообще отлично. Ну так вот, да даже если не холосты, то тоже нормально. Все дело в том, что из того городка, откуда я родом, город Сим, Челябинской области, в подсказках прикреплю про него. Так вот, там зарплата у людей, у некоторых, которые на заводе 5 дней работают, иногда их 6 дней, у них зарплата там 15 тысяч рублей. При этом у них есть семьи, у них есть дети, и они на эти деньги живут. На Дзене же спокойно можно зарабатывать в 2 или в 3 раза больше. Так что, если у тебя в жизни все нормально, более-менее стабильно, если не хочешь это менять и куда-то переезжать, то в принципе можно и уволиться, можно зарабатывать чисто на Яндекс.Дзене или чисто на Ютубе. Если же душа хочет приключений, если же хочется путешествовать, посещать разные города, то либо придется пожить некоторое время в стеснении, ну вот задний фон тому подтверждение, ну либо оставаться дома. Потому что Дзен и вообще блогерство, Ютуб, вещь такая непостоянная, иногда приходится потуже затянуть ремни. Это вот я говорю как человек, который уже целый год так живет. Это, конечно, чисто мое мнение, не надо мне в лицо тыкать блогерами, которые зарабатывают там больше 100 тысяч, которые миллионы заработают. Я знаю, прекрасно, они вот существуют, у них все есть, все отлично, но сколько их процент общий от количества авторов, которые существуют и на Дзене, и на Ютубе? Да маленький процент, может быть там 1%, 2%. Да даже таких, как я, которые зарабатывают около 50 тысяч в месяц, их тоже не очень много. Будем честны, у большинства доход все же ниже. И если вы хотите жить на широкую ногу, ну у вас не получится. Если вы, конечно, смотрелись мотивирующих тренингов, начитались вот этой мотивирующей литературы, то, ну, мой вам совет, сперва уж выйдите на этот высокий доход, а потом как-то увольняйтесь и путешествуйте. Делать это до того, как у вас этот доход появился, ну, я не рекомендую, а тем более до того, как у вас появилась какая-то подушка безопасности. Ну, в целом, что-то я разболтался, а выводов никаких не сделал. Так вот, выводы о том, стоит ли это делать, ну, лично по моему опыту, лично по тому, что я ощущаю, ну, как бы, я повторил бы и сделал то же самое. Также ушел бы с работы, также переехал бы в другой город. Я даже жалею сейчас, что не сделал этого раньше. Ну, раньше, возможно, я бы это сделал немножко по-другому. То есть, я бы знал уже, как писать статьи на Яндекс.Зен, я бы знал, что биткоин вырастет. То есть, если бы я вернулся в прошлое с этими знаниями, которые у меня сейчас есть, я бы, конечно, разбогател намного больше, чем сейчас. Но, судя по заднему фону, я вообще не разбогател, как вы понимаете. Тем не менее, я готов смириться с такими условиями и обратно домой не собираюсь. Вернее, это уже мой дом. Надо оно вам или не надо, ну, как бы, решайте сами. Я свой выбор сделал. Но даже если переезжать, вы никуда не собираетесь. Дзен или там, Ютуб или какое-то блогерство может стать дополнительным доходом для вас. Дополнительный доход в размере там 10-15 тысяч, даже такие небольшие деньги. Это уже неплохо. Ну, а я в своих роликах делюсь опытом о том, как у меня это получилось. Ни с кого денег не требую, никакие курсы не продаю. Так что, ну, если вы поставите лайк, подпишитесь на канал, мне будет приятно. Ну, а с вами был Кретов. Подписывайтесь на меня не только на Ютубе, но и в Инстаграме. До новых встреч, пока! Субтитры сделал DimaTorzok